Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казанцева. В шестой неделе по Пасхе мы слышим евангельское чтение о слепом от рождения человеке, которого исцелил Господь. При этом ученики спросили Иисуса Христа об этом несчастном. Кто согрешил, он или родители его? Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии, говорит Спаситель. Так было в дни земной жизни Христа. Но и потом, на протяжении всей дальнейшей истории человечества, рождались на свет такие люди, немощные от рождения, через которых явились дела Божии, как, например, Святая Блаженная Матрона Московская. От рождения, лишенной возможности видеть, она обладала благодатным духовным зрением. Очами своего сердца, очами души своей, прозревая свет Христовой истины, она помогала другим увидеть этот свет. Сегодня, в День памяти Блаженной Матронушки, мы предлагаем вашему вниманию книгу, в которой представлено стихотворное изложение «Жития Святой Блаженной Матроны для детей». Книга вышла в свет в издательстве Сретенского монастыря и называется «Наша Матушка Матрона». Известно, что дети любят больше стихи, чем прозу, которая отличается своей монотонностью и в определённом возрасте может больше утомлять, чем развивать. Стихи же своей мелодичностью и напевностью лучше воспринимаются ребёнком, легче запоминаются, влияют и на ум, и на сердце маленького человека. Более того, они являются неисчерпаемым источником эстетического, духовно-нравственного и патриотического воспитания ребёнка. Может, поэтому детские писатели часто обращаются к поэтической форме изложения своих мыслей и чувств. Так и представленное в этой книге литературно-художественное произведение написано в стихах и предназначено для читателей дошкольного и младшего школьного возраста. Автор Олег Корж в простой и доступной стихотворной форме рассказывает обо всех значимых событиях из жизни, почитаемой московской святой Блаженной Матроны. Известно, что Святая Блаженная Матрона Дмитриевна Никонова родилась в селе Себино Тульской губернии. Родители её, Дмитрий и Наталья, крестьяне, были людьми благочестивыми, честно трудились, но жили бедно. Матрона была четвёртым ребёнком. Из-за бедности, ещё до рождения ребёнка, мать решила отдать его в приют, но увидела вещий сон. Вот как об этом пишет автор. «Крылья белые сверкают, быстро в воздухе мелькают, с человеческим лицом кружит птица над крыльцом. Словно что-то предвещая, птица белая, большая, к ней садиться на плечо, даже стало горячо. Птица светится, нет мочи, но её закрыты очи. Видно, знак решила мать. Только как его понять? Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от своего намерения. Дочь родилась слепой, но мать любила своё дитя несчастное. Из Священного Писания мы знаем, что Господь иногда избирает себе служителей ещё до их рождения. О богоизбранности девочки Матроны свидетельствовало то, что при Крещении, когда священник опустил дитя в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухающего лёгкого дыма. Вот что об этом пишет автор. Помоляясь перед иконой, девочку, назвав Матроной, облачившись в свой наряд, начал батюшка обряд. Окунул в купель ребёнка, и вздохнули люди громко. В церкви аромат плывёт, словно лук весной цветёт. И, вдыхая запах лилии, произнёс отец Василий. Много я детей крестил, но сегодня ощутил Божий знак я в полной мере. Укрепил меня он в вере. Нам её Господь послал. И час праведный настал. Раннее детство девочки было наполнено обидами, которые причиняли ей сверстники, дразнившие её и даже издевавшиеся над ней. Матрона хотела с ними играть, а они потешались над ней, над её слепотой, хлистали крапивой, сажали в яму и веселились, наблюдая за тем, как слепая малышка будет выбираться оттуда. Вскоре Матрона перестала участвовать в общих детских играх и не выходила на улицу. Зато ночами она потихоньку вставала, снимала с полки в красном углу иконы и, положив их на стол, дотрагивалась до них, таким образом, как бы любуясь ими, ведь она была слепа. И вот так вот, понемногу, открывалась сердцем Богу. Посещала Божий храм, хорошо и было там. Тихо молится, усердно, просит, чтобы милосердно Бог семью от зла хранил, спас и всем грехи простил. Хоть глаза не видят света, вирши Нового Завета всей душой смогла узреть, научилась службу петь. День за днём, храня устои, знала правила простоя. Тот, кто Богу сердцем рад, не лишается наград. За великое усердие и благое милосердие, поощрив душевный жар, дал Господь чудесный дар. У кого в костях ламота, чем ещё страдает кто-то, научилась узнавать, стала людям помогать. С тех пор к Матронушке потянулись люди из округи и других областей. В дом Никоновых приходили за утешением и исцелением от боли и скорби. Порой за день подъезжала к их избе по пять-шесть подвод, а в благодарность люди оставляли подарки, в том числе и продукты. И Матрона сделалась кормилицей семьи. Однако она не только исцеляла болящих и утешала скорбящих. Кроме того, она призывала хранить веру и традиции. После революции всё это стало расцениваться как злостная религиозная пропаганда. И в 1925 году ей пришлось покинуть родное село и поселиться в столице. Там блаженная жила до конца своих дней, не имея, как говорится, ни кола, ни двора, не имея прописки, что служило поводом для её ареста. Об этом периоде жизни Святой Матроны автор пишет следующее. И в столице приогромной стала странницей бездомной. У того, кто позовёт, на квартире и живёт. А Москву она любила. Постоянно говорила, это город наш святой, сердце стук земли родной. Где бы она ни проживала, всех скорбящих принимала. Как обычно, издали, люди к ней рекой текли. За её молитвы к Богу и к церковному порогу, чтоб не смело призывать, есть приказ арестовать. В гимнастёрке по фасону, чтоб в тюрьму забрать Матрону, поправляя револьвер, входит милиционер. Говорит ему слепая, духом правду прозревая. Дома у тебя беда, ты беги скорее туда, ну а мне куда деваться, можешь ты не волноваться, на постели я сижу, никуда не выхожу. Он послушался Матрону, а когда подъехал к дому, понял, что беда стряслась, керосинка взорвалась. Сбив с дверей своих запоры, в коридор вбегает скоро, еле видит он в дыму обгоревшую жену. Приложив к лицу тряпицу, женщину везёт в больницу, быстро так, как только мог. Он успел. Спаси нас Бог. А на следующее утро задают вопрос попутно. Как там со слепой дела? Арестована была? Нет, ребята, я Матрону ни за что теперь не трону. Просто если б не она, умерла б моя жена. Так и жила матушка Матрона, помогая всем, кто приходил к ней со своей бедой, душевной и телесной болью. Сама она никогда не роптала из-за своих недугов, осмиренно нанесла этот тяжкий крест, данный ей от Бога. Много в жизни ей досталось, и вот сил уж не осталось. Наконец тот день настал, когда Бог к себе призвал. За невидимую битву, непрестанную молитву, в Царство Божие вошла и прославлено была. Почила Святая Матрона 2 мая 1952 года. Отпевали ее в церкви Резоположения на Донской улице. Собралось множество народа. Об упокоении ее молились монахи-троицы Сергиевой Лавры, которые хорошо знали и почитали праведницу. По желанию Матронушки ее похоронили на Даниловском кладбище, чтобы она могла слышать службу. Еще при жизни, готовясь к кончине, Блаженная Старица говорила «Хоть я и умру, но все равно буду с вами, как живая. Никогда про меня не забывайте. Приходите ко мне на могилку. Если что случится, все рассказывайте. Я помогу. Приходите все ко мне, и юнцы, и в седине. Приходите и просите, в себе веру пробудите. Я смогу увидеть вас, сохранить в тяжелый час». Теперь мощей святой покоится в Покровском женском монастыре. И по-прежнему отовсюду стекается православный народ к блаженной Матронушке, ища ее помощи, прося ее молитв и предстательства перед Господом. «Святая Матрона» как отмечают издатели книги, святая Матрона была лишена всех земных благ, но чутко откликалась на горести приходящих к ней за советом. И до сих пор не оскудевает людской поток у стен Покровского монастыря. К ее мощам идут и старый млад со своими горестями и болезнями и, конечно же, благодарностью за обретенную по молитвам милость Божия. Так и автор данной книги в заключении пишет «Наша Матушка Матрона, Ты сейчас у Божья трона, Слыша наши словеса, Источаешь чудеса. Помоги в делах полезных, От всех немощих телесных И душевных Огради. В Царство Божие введи. На своем благом примере укрепи нас в нашей вере. Силу темную отрень. Бога славим мы. Аминь». Дорогие друзья, на это время наша программа подошла к концу. Ну а я прощаюсь с вами, как всегда, напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok